Как должны двигаться руки, чтобы вы были одновременно и защищены, и могли атаковать? Не подходит только атаковать или только защищаться. То есть мы атакуем, одновременно защищаем. То есть это процесс, вот как бы, взаимодействованный. Отдельно ничего не бывает. Значит, давайте мы теперь, перед тем, как рассмотрим динамики, на основании которых мы можем двигаться быстро, и не терять энергию в его движении, и на этой динамики сразу удар наполнять. Мы посмотрим, как работают руки становиться. Мы с вами работали уже, удары круговых руками. Давайте с ними попробуем. Посмотрите, появляется защита, защита плюс льда, появляется удар. Далее смотрите, удар другого, появляется защита и открывается рука для другого удара. Вот так работают руки-варианты. Все происходит хотя бы одновременно. Да. Плечи работают настолько, насколько это нужно. Они работают, плечи. Видно, да? Далее, допустим, я хочу, чтобы я вниз. Смотри, вот мне рука это закрыгает, это у меня закрывается, это пьет. Вот я снизу, да, это работает. Челюсть, да? Вот руки так работают. Какой еще хочу сделать удар? Прямой, посмотрите, да? Прямой. Да. Какой еще, допустим, из тех, которые у меня зовут, вот такой интересный удар, да? Расчистить. Сверху. Сверху, посмотрите, да? Очень неожиданная. Вот такие удары есть. Вторая рука у меня защищает. Дальше. Хочу, посмотрите, вот этот удар сделать. Смотрите, как руки идут. Да. Да. Вот такой. Да. Много еще есть ударов, но для поединка спортивного такие подходят. Да, вот есть вот такой удар. Вот эти, сюда. Но мы не используем, потому что перчатки вот эта часть не закрыла. Поэтому он прещает это сделать. Как бы, но они существуют, и мы их пользуемся, когда здесь корчаток, когда у нас там гипты. Для спортивного поединка еще раз дадим треем удары. Прямые. Вторая рука защищается. Она может она так защищать. Смотрите. Или так она может она защищать. Весьместе с ситуацией. То есть, корчаток будет так поместить. Дальше. Другавые, я не знаю, так вот она защищает, удобнее всего. Другавые, я не знаю, так вот она защищает. Смотрите, вот так он полка защищает. Да, но потом я еще не буду. Дальше. Другавые, я не буду наносить. Смотрите, как рука здесь вот так. Так неудобно мне видеть. И вот так расправляются таким образом. Да. И вот наоборот, посмотрите, да. Да, вот такие у нас есть удары по тату, но из-за того, что перчатки не делаются. Смотрите, там часть, которая защищает. Есть. Вот. Пойдемте работать перемещение. Поэтому будет перемещаться. Первая генафика, которую мы используем для перемещения. Почему она первая, почему мы это не рассловываем. Она очень удобная тем, что я сначала двигаю одну сторону тела, а потом другую. То есть, похоже на рассловку, как я шагаю. Вот видите, да. Чтобы не сокращать силу своего движения, сочетвления. Смотрите, левой стороной правой находится и как бы нет силы, да, или это скользится. То есть, я делаю два очистка, вот это выполняю, пошла оттуда, да, вот это. Когда очень конкурент. Давайте сейчас делаем так. Я даю сразу вариант волкового стыгма, чтобы быстро понять, как дает, 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 дает. Как вы идете? Я делаю два движения, отвечая на ноге, и шагаю ногой и бьет. Я делаю два движения. Дает движение, которое, ну, как бы, навлекает куберника. Тут же он нанес ногой и нанес настоящий удар. Еще раз. Валя, посмотрите, Ваня, посмотрите. Вот Ваня вы ударили, Ваня атакует меня руками. Еще раз. Вот я работаю. Как вы видите, вперед, да. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Первая динамика. Бам-бам-бам-бам. То есть я на нем получил четыре удары. Сказал, где я рукой. То есть я использовал на рукой, на рукой мы ударили, на рукой мы ударили, на рукой. Это же делал половину динамика. Как я это делаю? Когда я уже это умею, я не думаю. Так. Один и другая, давай два. Два и рука не верю. Один и белая рука не верю. Смысл не меняется. Первая динамика. Два и рука не верю.